Сегодня с утра я как-то долго собирался этим заниматься, и в итоге случилась даже история. Пошёл заниматься, и по дороге я решил купить шаверму. Как бы завтрак такой, немножко странный, конечно. Я покупаю острую. А у меня с этой шавермой сплошные истории. Я уже рассказывал то, что... Что-то я тут рассказывал, что... А, что даже дополнительно удалось выпросить, потому что как-то соус я не точно заказал какой-то... Я, видимо, не точно сказал, в общем, мне этот соус дали, который с сахаром. А, ещё кто-то спрашивал, почему я не ем сахар, потому что я так себя чувствую лучше. Я уже давно не ем сахар. Что именно лучше? Ну, какие-то там... Мне кажется, что голова меньше болит. Ну, в общем... Какие-то обстоятельства есть. Но они достаточно реальны. То есть я точно чувствую себя лучше. В общем, прихожу я в эту шаверму и что-то не точно заказываю. Как-то они там перепутали. Там у них есть какой-то этот комбо. И есть отдельно. И я сказал мне, пожалуйста, вот комбо и вот шаверму вот с красным соусом там, с острым. И они так поняли, что и комбо, и шаверму отдельно. То есть ух, как много еды. И сказали, что отменить не могут. А там очередь собирается. И я говорю, ну давайте вы других обслужите. Они говорят, ну нет, нет, я сейчас отменить не могу. Ну или что-то такое. Я так, ну хорошо, хотите, не хотите, вы... Я просто ухожу. И ушел. Сходил в магазинчик. Там мне рассказали, что есть столовая какая-то. Можно в нее сходить там дешево. И, ну, столовая, воскресенье, это как бы хорошо. Ну как столовая, кафе, но вроде недорого чтобы. Ну и я пошел как бы обратно в эту столовую. Она как раз была на пути. В смысле на пути к этой столовой была опять эта шаверма. И я думаю, зайти, не зайти мне в эту шаверму. Думаю, зайду. Интересно, что будет. Захожу и говорю, ну в общем, я что-то там решил. И мне говорят, что так и не могут отменить. Вот этот мой еще предыдущий заказ. То есть я уже сходил, уже всех обслужили. Они не могут отменить. Я не понял, что это значит. И в итоге я сказал, ладно, давайте. И оплатил. И они говорят, ну вообще-то у нас сейчас перерыв. Там подождите 10-15 минут. Я так, что? Мне тут не нравится. И мне опять испортилось настроение. У меня из-за этой шавермы все время портится настроение. При том, что мне эта шаверма очень нравится. Еда. И, в общем, удалось дождаться. Потом я решил поесть на улице. Стал искать место, где поесть. И подхожу к подъезду. И... А еще пока я подходил к подъезду, там какая-то женщина была. Она закидывала мусор так, что наполовину попала. Наполовину там, в общем, какая-то тухлая рыба, в общем, по всей округе разлетелась. Я думаю, ну, разлетелась и разлетелась. Это вообще не мое дело. Подхожу к подъезду. И эта женщина подходит и говорит. Не стойте здесь. От вас только кал и моча. Я так хорошо-хорошо. Я уже ухожу. Вот. И тут начался дождик. Ну, продолжился, в смысле, был дождик. Небольшой. И, в общем, я начал прятаться от него под деревьями. И нашел очень хорошее дерево, на котором можно даже лежать. Я просто почему-то Эл не смог сказать сначала нормально. И мне очень это понравилось. Так что, все хорошо. Я вкусно поел. Вот. Еще история такая, что... Ну, с едой, например, история какая-то странная. Тоже с едой. Я купил вчера каких-то испорченных персиков, чтобы... Ну, они были дешевле. Не персиков, а абрикосов. И... Ну, мне что-то продавщица их предложила. Они такие какие-то... Их так сложно есть. Я настолько не эксперт. Какие там из них можно, есть какие нельзя. Я подумал, ну съем... Будем начинать есть каждый. А какое-то там, в общем, какое-то сгнилицо. Я начал... Ой, у меня батарейка села. И пришло оповещение, что я 15%. И, в общем, меня это тоже напрягло. Как-то вот там мне половину этих абрикосов я повыкидывал. Ну, это что-то странная какая-то идея. Я не знаю, прям вот... Ещё раз подумал, что не хочу больше покупать просроченные фрукты. Но они просто дешёвые. Странно как-то. Ну, у меня есть такая привычка. Экономить. И... А ещё фильм, кстати. Мне прям весь фильм понравился. А конец не понравился. Это фильм называется «Алита. Боевой ангел». И мне очень нравится как раз вот этот вот стиль фильмов с какими-то необычными именно местами. Вот когда показывают необычное место какое-то. Какую-то необычную ситуацию. Там вот когда очень художественно всё так сделано. мне понравилось. Ну, конец, конечно... Как будто я посмотрел первую серию сериала. То есть я смотрел, смотрел. И потом оказалось, что это была первая серия сериала. Они так интригуют, чтобы люди пошли смотреть второй фильм. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok